Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня 11 августа, мы работаем и хотел бы я вам сегодня показать, как буду расформировать семью-воспитательницу. Так как вчера была последняя прививка, соответственно, сегодня воспитательность, из которой берутся маточники, идет на расформировку. А перед этим всем хотел бы вам все-таки показать еще свою заключенную семью, которая есть на пасеке, которая мне не приносит радости, но тем не менее. Мы проводили вместе с вами тут эксперимент. Полоска была поставлена 26 или 27, точно не помню, июля, после чего через 3 дня она была вынята, клещ падал. Это все время. И вчера я уже решил, ну, эксперимент мы закончили, тот, который показывал, кому интересно, посмотрите. Эксперимент называется Тактик Тимол. Ну, был эксперимент между этими двумя препаратами. И вчера, так как понимаю, что полосок везде нету, а работают только пары, я принял решение поставить конкретно в эту семью полосочки на место. Ну, свежие полосочки. И прошла, ребята, сутка, и вот какую картину мы наблюдаем. Я уже с утра посмотрел, пока Машеньки не было. И тут такая страшная картина опять. И к чему это веду? Друзья, к тому веду, что вот некоторые радуются тому, что там полоски поставили, а они работают. Да, это хорошо, что они работают, но у них есть свойство, у всех полосок, как на мой взгляд, есть свойство заканчиваться, испаряться. И оно, если поработало, вот, например, я в прошлом году делал, менял каждые две недели. Это вот как раз сейчас подходит две недели. Ну, сегодня как раз срок двух недель. В этом же году я, конечно, решил чуть-чуть дольше держать полоски и потом менять. Менять их через, ориентировочно, 20 дней. Так как для себя я решил в этом году ставить три раз полоски. Это 1 августа, 20 августа и 10 сентября. Так как семей заклещённых на пасеке очень мало, ну, на данный момент обнаружили только три, соответственно, ну, нет необходимости обрабатывать так много. И важность циклически менять полоски, потому что, если у вас и падает, вы знаем, что полосок не было, но клеща около 50-70 за сутку падало. Но когда поставилось новое, ну, сейчас, друзья, тут около 300. Как раз в этом месте, наверное, была полоска, потому что это всё жирное. Клещ такой жирноватый. Тут-то такой сыпучий, а вот тут такой жирноватый. Так что, друзья, обращайте на это внимание, что один раз обрабатывать это очень-очень мало. Обрабатывать надо качественно. И что говорить тогда о каком-нибудь экологическом чистом препарате, или, как это сказать, натуральным препаратом, если, ну, вот, даже химия вот так работает. Ладно, друзья, сейчас идём вынимать прививку и расформировать стартер. Итак, друзья, открываем воспитательницу, в которую ставится сегодня последняя прививочка. И идём вынимем вместе с вами. Так, вынимем вместе с вами прививку. Вчера Машенька задавала вопрос, будет ли приём, если мы поставили матку. Ну, как на мой взгляд, я думаю, что должен быть. Ну, сейчас это мы увидим. Когда сдвигается чашечка, потом пчёлы вылезают иногда. Надо смотреть, чтобы чашка была на месте. Потому что, если она сдвинулась, ну, и, соответственно, есть щедь для пчёлы вылезти. Что произошло? Так. Видим, стоит маточка. Опять спичку у нас украли пчёлы. Неоднократно замечали вот такую картину. Вот ставили на спичку, а спички нет. Я иногда говорю, Машенька, может, ты забыла поставить? А то, оказывается, пчёлы украли. Так, ну и смотрим. Повлияла ли матка в гнезде. Да, особо не повлияло. А вот одну не принято, а всё остальное, друзья, принято. Так что, не повлияла матка в клеточке на приём последней прививочки. Всё, Машенька, нажимай на паузу. Вот так, друзья, начинаем вынимать прививку последнюю. И будем расформировать воспитал. А и покажем вам, как мы это делаем. И собирать сразу же гнездо, понемногу, скорачивать и собирать его в зиму. Так, что же мы делаем? Сначала достаём. Сейчас у нас сконцентрированный расплод получается тут на 2-3 рамочках и тут на 2-3. Соответственно, нам такое расположение не подходит. Нам надо сейчас это всё сдвинуть, потому что мы теперь пчелосемью будем сдвигать до передней стенки. Соответственно, там будем оставлять одну мёдную, ну, одну полномёдную. всё остальное будем давать расплод и в конец будем давать опять кормовые рамки. А теперь расположение идёт наоборот. Тут одна медовая, тут расплод и там медовые. Но нам сейчас это надо переставить местами. Так как это сейчас важно. Ну и смотрим. Смотрим на приём, который какой был. полоски выем. Вот, кстати, так, грызут, друзья, понемногу и ДВП. Так что повторно, наверное, я их использовать не буду. Так как, чтобы её повторно использовать, надо это всё почище, этот прополис, этот воск. И это заберёт у меня больше времени, нежели изготовить новые полоски из отходов. кто задавал вопросы, буду ли я повторно. Но за минусом одной. Сейчас встряхну. маточники все нормальные, на отбраковку тут не идёт ничего. всё вполне себе хорошо. Ну и сейчас будем, нажми, Машенька, на паузу, отнесём в инкубатор. Итак, друзья, отнесли маточники, в инкубатор. Ну и будем смотреть. Это расплодные рамки. Ну-то тут особо смотреть нечего, тут надо просто собирать. Так, забираю эти две расплодные. Мне надо достать эту перегородку, друзья. Она запрополисованная. Ну, вторая расплодная рамочка. Тут открытый ещё расплод. как раз запечатывают. Так, эти две рамочки пускай стоят. Вот эти рамочки, друзья, уже долгий период времени не трогались, так как, ну, нет необходимости в них смотреть, так как я, ну, в некоторых семьях я использовал тут три рамочки расплодные и тут три. Тут, наверное, просто сейчас уже три рамки. Нет, четыре тут рамки. И менял поочерёздность. Я менял одну забирал сюда, ставил одну туда. И все остальные рамочки получаются же кормовые, я их не трогал. И тут, ну, тут там смотреть не на что. Сейчас нам надо, что нам надо сейчас? Сдвинуть семью и начать с первой рамки слаживать гнездо. с чем мы сейчас и займёмся. Эту рамочку я им дал на обсушку, но обсушивать они не собираются. Пчела её полностью покрыла и сидит на ней. Погрызли вот так, друзья, притворную. Ну, тем не менее. Так, что же мы делаем? Так, мы это всё подвинем сюда. Вот чем хороши, друзья, рамки с Гоффманом, что вот можно вот так сделать. Все сразу рамочки подвинуть. Ну вот, полномёдная рамочка, она будет и первой рамкой от от стенки. Просто немного почистим данный прополис. Чтобы рамочки входили. немного почистили. Наверное, друзья, поставим не первую, а вот эту первую. Это тоже полномёдная и перговая немного рамка. Счищаем, потому что та рамка с Гоффманом и не будем её прижимать к стенке. Ставим эту. Хотя это уже не настолько обсижно, может её и забрать. Так. Надо это всё хорошенько почистить. так как мы уже нажаты на паузу. Ну, нажимаем на паузу. Ну, в двух словах объясняю. Потому что это я буду долго делать, так как это всё надо почистить. Давно это не чистилось. Значит, поставил одну полномёдную и сейчас все рамки с расплодом поставим сюда. мы там уже почистили. Можем поставить данные две рамочки с расплодом. Так, ставим эту и эту. Так, подчищаем ещё немного плечики. так, и достаём рамки с расплодом те, что у матки. Так, это будет кормовая. Сразу же обращаем внимание на маточку, чтобы мы убедились, что она есть. Вот тут, например, я её не вижу. Ну, яйца есть. Всё тут есть. Так. Вот маточка. Так, и ставим третью рамку. Кстати, на всех рамочках есть корм, что радует. Итого, друзья, у нас получилось кормовая и пять рамок расплода. Это уже шесть рамок. Ну, на данный момент мы тут оставим наверное девять рамок, потому что больше тут, ну, или десять. Больше нет смысла тут оставлять. Больше нет смысла тут оставлять, так как они и так скоротятся. И это будет много. вот вот можно обратить внимание, сколько за весь промежуток времени работы воспиталки сколько клещ который ой, клещ трудинь который не смог покинуть данное место и ну, он тут помирал. Ну, он выглядит сухо полностью он сухой он в таких условиях он не закисает не заплевает ничего с ним не происходит. Иногда бывает больше иногда бывает меньше иногда в течение сезона мы чистим данное отделение ну, так как чтобы не скапливался там мусор но это можно как делать как не делать полностью сухой полностью рассыпчатый сухой и это все трудинь если обратить внимание это все трудинь пчелы покидают это отделение ну, Машенька нажми на паузу почистили и так друзья ну, почистили сложили значит получилось кормовая 5 рамок расплодные еще плюс 3 расплодные оставили их на 9 рамок все остальное оставляем за плетворный так и не видим необходимости им оставлять столько рамок эти рамочки пчелой тоже обсиженные но наполовину можно сказать вот так которая больше которая меньше тут еще это полностью можно сказать с одной стороны но им больше не надо на зиму им и 9 будет много но сейчас уже больше чем на 9 конечно тоже не получится скоротить конкретно эту рамочку вообще забираем из гнезда так как она уже пойдет на отбраковку с нее отключается сироп ну корм и повторно дастся челосемьям придавил укусил но эту еще оставим так пчел натрясли нам удохали начинают уже начинает им это не нравится надо их уже закрывать и что у нас получилось друзья вот так раскомплектовали данная семейка отработала хорошо отработала весь сезон и на что ее можно пустить на заслуженный отдых друзья сейчас все закрываем надымили все друзья вот так так скоротили так сформировали сейчас же она будет продолжаться подкармливаться ну в данных семьях уже не надо много сиропа но тем не менее подкармливаться будут закормиться до нужного количества и благополучно пустятся в зиму все друзья я думаю показал за весь сезон показал вам как сформировали воспитательность как ими пользовались как их теперь расформировали показал вам что это возможно пользоваться весь сезон одной воспитательность с одним стартером так что если кому было полезно оставим туда друзья классы кому не нравится дизлайк и все всем пока пока